Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Михаил Казиник. Сегодня у нас пятая программа, посвященная одновременно Лядову, одному из изысканнейших русских композиторов, музыку, которую очень хочется дарить как цветы, как весенние, как осенние букеты, как прихотливая японская икебана, как трехстишья, знаменитые хайку, хокку. Вообще удивительное дело. Вот я сейчас заговорил о хайку, о хокку, их по-разному называют, и подумал, а ведь смотрите, как интересно. Вот здесь идет сближение русской культуры и японской культуры. Только японцы достигли такого совершенства, когда в трех строчках можно рассказать больше, чем в целой поэме. Вот я просто напомню одну из моих любимых хокку. Вот такое. «Ну-ка, дети, кто скорее? Мы догоним шарики ледяной крупы». Вот знаете, сколько всего сказано. Или вот самое политизированное хокку, написанное в Средневековье. Помню, когда-то я вышел на сцену проводить один концерт, и в зале сидело, выражаясь языком Гоголя, одно значительное лицо. Это было в годы советской власти, и значительное лицо было ужасно опасное. То есть оно могло карать, миловать, запрещать выступление, или наоборот давать дорогу. И вот когда я узнал, что это лицо сидит в зале, и что оно пришло разбуженное сообщениями тогда о моей якобы свободе речевой и свободе мышления, вот оно пришло меня слушать. Я вышел и сказал, вы знаете, я хочу начать свое выступление с этого удивительного стихотворения и прочел. «Год за годом все то же. Обезьяна толпу потешает. В маске обезьяны». И так тайно посмотрел на значительное лицо. Оно все искорежилось, поняло, что оно не случайно сюда пришло, и что теперь бдительность, бдительность и еще раз бдительность. А потом я добавил, что это написано 350 лет назад великим японским поэтам Мацу Абасё. Но и это одно из хокку, хайку. Тогда значительное лицо разгладилось, расслабилось и на какое-то короткое время потеряло бдительность. Так вот, знаете, у нас был такой хайкист Лядов. Да, 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 да. Если посчитать количество ходов, приемов, которые он использует в своей музыке, то, вы знаете, это будет безумно красиво. Это будет бесконечно интересно. Это будет невероятно для любого музыканта, исследователя и просто слушателя. Ну, например, у него часто метр и ритм играются друг с другом. Правая и левая рука играют в разных измерениях. В результате рождается внутреннее тайное многоголосие в левой руке. Это совершенно феноменально. То есть правая ведет мелодию, а мелодии какие изысканные, какие нежные, какие свежие всегда. Вот человек ухитрился избегать банальности. Даже самые великие композиторы, русские и другие, часто грешили банальностями, общими местами. Иногда так вот банально красиво, но банально на грани фола. А у Лядова всегда вкус, сдержанность, точность. Ни одного банального хода в музыке. Все чисто, четко. Вот сейчас, как я и обещал в прошлый раз, я хочу одну интригу вам подарить. Действительно, эту музыку знают все. Как в прошлой программе я и говорил, она воздействовала на всех. На Прокофьева, на Шостаковича, на Шнитке. Без нее вообще уже нельзя. Ни один нормально мыслящий композитор 20-го, сегодня уже 21-го века никогда не может обойтись без ее присутствия в подсознании. И даже Шостакович, когда уже пишет последнюю свою симфонию, умирающий, да, он все равно первую часть дает о магазине игрушек. И там тоже механические игрушки. Там тоже механические игрушки, но вот хозяин магазина, злой владелец уходит, и в игрушках появляется живая жизнь. Живые сердца, движущиеся, болящие, чувствующие. Так вот, все, что написано после Лядовской этой миниатюры, так или иначе, помнит, что она была. Ее влияние невероятно. Настолько невероятно, что когда вы сейчас ее услышите, вы скажете, да, конечно же, это же с детства, это то, что мы помним. Мы можем не помнить симфонии Бородина, сколько их там было, количество квартетов, сколько их там было и так далее. Но это было с детства, да, это один из мировых шедевров. И называется это «Музыкальная табакирка». А несправедливость в том, что огромное количество людей, я уже проверял, поверьте мне на слово, я давал им эту музыку и спрашивал, а кто автор? Чего только я не услышал. И Шостакович, и Прокофьев, и Стравинский, и кто хотите был назван, но кто же вспомнит, что автор этого шедевра – Лядов. Вот давайте все, и те, кто помнили и знали, что это Лядовская табакирка, да, и те, кто не помнили и не знали, а если есть те, кто вообще не знает, о каком произведении идет речь, то вы сейчас его узнаете, потому что слышали, что есть вот такая чудная музыка, но не помнили, что это музыкальная табакирка. Послушайте, какое чудо и какая игра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот сейчас, после того, как вы услышали музыкальную табакирку, давайте сейчас послушаем прелюдию. Из достаточно поздних прелюдий, она совсем маленькая, короткая, она звучит меньше двух минут, собственно, мог бы я этого и не говорить, потому что большинство произведений Лядова звучит от 35-40 секунд до 2-3 минут. Таким образом, меньше двух минут – это уже характеристика достаточно протяжённая музыки Лядова. Но послушайте, как звучит это прелюдия. Музыка 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 Ну, а теперь продолжаем говорить о Лядове как о предтече Шостаковиче. Вот не случайно у Шостаковича, повторяю, 15 симфония, последняя, начинается с игрушечного магазина, с куколок. Вообще у Шостаковича есть в эстетике такое понятие, оно не сформулировано ещё, да, непослушный ребёнок. Вот идут все пионерским маршем, да, и вдруг раз, и какой-то мальчишка, девчонка, не знаю, непослушный, он нарушает общий строй, идёт не туда, поёт не то и вообще не в том ритме. Это очень характерно для Шостаковича, вот это нарушение. Даже в пятой симфонии у него появляется, когда вот всё общий праздник, да, там трубы возглашают величие партий, там всяких и правительств и всего прочего. Вдруг у него там начинается скрипочка вытанцовывать и показывать нос. Вот чисто Стравинский приём такой, да, куколка, непослушная, несогласная, с лица не общим выражением. Так вот, знаете что, это вот всё пошло от куколок, от куколок Лядова. У него эти куколки просто целый театр. Этих куколок немало. И вы сейчас их услышите. Я ничего больше не скажу, не хочу даже комментировать это. Вы просто послушайте, какая фантазия у этого человека. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и наконец последнее произведение сегодняшней программы Это богатель из 33 опуса Субтитры создавал DimaTorzok И это опять же аналогия с Моцартом, с Бетхоеном, которые писали богатели Им всем хотелось ужасно развлечься, расслабиться, отдохнуть И когда Бетхоен пишет богатель, я представляю себе как его лицо озаряется улыбкой Для Бетхоена богатель это такая замечательная игра с прошлым, игра в шутку И лядовская богатель, которую вы сейчас услышите, собственно, лядов мог бы и не называть богателью Это для разнообразия, чтобы узнать и отличить от других Потому что вся лядовская музыка, почти вся, это богатель В самом хорошем смысле этого слова Это чудная игра воображения Это царство радости, света, неожиданных парадоксов Не случайно Мусоргский сразу написал новый, несомненный, оригинальный русской юный талант Послушайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, часто говорят о том, что Лядов был очень строгим и консервативным педагогом Но он вытворял замечательные вещи Он очень любил неожиданности в музыке своих учеников И говорил так А это что за нота? Это том чуждой аккорду Да, капризная нотка Но какая вкусная! Вся прелесть искусства в умелом нарушении правил В этих капризах фантазии Вот капризы фантазии это и есть богатель Богатель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok